Истребители в небе С-300 на земле Синхронно пострадавшие На дорогах Бобруйска одновременно произошло два дорожно-транспортных происшествия Активное участие в обоих приняли мотоциклисты Четыре человека в больнице Кто и почему пострадал? Диана Унфальд Синхронно и с пострадавшими Два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов Произошли на улицах Бобруйска Ночь с субботы на воскресенье 23.05 на Минском шоссе Не поделили дорогу мотоцикл Кавасаки и легковой Ситроэн Водитель двухколесного двигался со стороны Еловики к улице Гагарина Иномарка ехала в попутном направлении Девушка разворачивалась в разрыве Перестраивалась в правый ряд, насколько я знаю Мотоцикл ехал со стороны въезда в город, со стороны Минска Фактически в одно время проспект Георгиевский совершил наезд На пешехода, переходящего проезжущаясь по нерегулированному пешеходному переходу В результате получили телесные повреждения Находятся в нейрохирургическом отделении Пострадали пассажир и водитель мотоцикла На Георгиевском пострадали пешеход и водитель мотоцикла Среди них девушка и трое мужчин Пациенты с травмами различной степени тяжести госпитализированы На сегодняшний день состояние их удовлетворительное Угрозы жизни нет Я думаю, что шлем помог избежать более серьезной травмы Кто прав, кто виноват, определят многочисленные экспертизы На данный момент известно, что мотоциклист, участник ДТП на Минском шоссе 19 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения И в этот раз управлял транспортным средством, которое не прошло техосмотр С начала года в Бобруйске уже совершено 6 дорожно-транспортных происшествий С участием водителей мототранспорта В четырех случаях виновниками стали мотоциклисты Всего 8 человек получили травмы различной степени тяжести Бобруйск Олимпийский Дарья Наумова вернулась домой с серебром главного спортивного события планеты Нашу представительницу тяжелой атлетики и других членов национальной сборной страны В Минском аэропорту встречали министр спорта, друзья, родственники И, конечно, болельщики серебряной Наумовой, которая на вес золота встретилась Ирина Богомолова Триумфальное возвращение на родину Национальный аэропорт Минск Вспышки фотоаппаратов, десятки диктофонов и телекамер Дарья Наумова вместе с Вадимом Стрельцовым и Джавидом Гамзатовым в центре внимания Цветы и воздушные шары, объятия и крики поздравляем Героев Олимпиады встречали друзья, родственники и болельщики Моя задача была поднять то, что я наработал на тренировке Показать свою работу и достойно выступить В Бобруске Дарью приветствовали друзья по училищу Олимпийского резерва Тренеры и руководство города Мэр Андрей Коваленко в числе первых поздравил девушку с победой Я не удержался по времени, даже несмотря на разницу в 6 часов Позвонил ей в 2 часа ночи Она, наверное, уже отдыхала, слышала по голосу Связь была неустойчивая, но вместе с тем она мне даже еще перезванивала Почему я это сделал, конечно, нельзя ждать Потому что и все бобручане, и вся страна радовалась тому результату Который был распечатан в этот день День Олимпийских игр в этой далекой стране Ну и хочется пожелать, чтобы действительно Ее последующие шаги были только вперед И следующая награда это было золото Олимпиады Сама же виновница волнений, кажется, до сих пор не осознала Всю значимость своей победы для города и страны Об Олимпиаде говорит, как о рядовом спортивном состязании В последние минуты перед выходом сохраняло олимпийское спокойствие Внешне и внутри С тренером разговаривали на отвлекающие темы Просто не думать об этом Волнение в сторону Главное – достойно выступить и не бояться соперников Надо бороться и показывать свои результаты Главное, как бы, цель это была Валентин Это испанка, главное соперник Теперь передышка – отдых и общение с родителями С февраля я не была дома Я все время была на сборах, на стайках В лесу не выезжая никуда А еще в планах отметить день рождения Свой главный подарок – признание мирового спортивного сообщества Серебро Олимпиады Даша уже получила Ирина Богомолова, Дмитрий Шевцов Сегодня в Бобруйске Бобруйск-аграмаж едет в Танзанию Представители предприятия приняли участие в бизнес-форуме И агровыставке в Марагора Столице одноименной провинции Танзании В начале года компания из этой восточно-африканской страны Посетила Бобруйск-аграмаж Ознакомилась с продукцией И выразила заинтересованность в сотрудничестве Во время пребывания в Марагора Представители Бобруйс-аграмажа Провели переговоры в администрации провинции Договорились о поставках сельхозтехники Танзанийские фермеры заинтересованы в покупке Высокопроизводительных и качественных сельхозмашин По оптимальным ценам Представители долгосрочной миссии ОБСЕ По наблюдению за выборами в парламент Республики Беларусь Приехали в Бобруйск Европейцев интересует ход предвыборной кампании Как работают журналисты в преддверии выборов Они решили узнать на примере одного из печатных изданий города В газете «Бобруйское житье» наблюдателям подробно рассказали И показали, как освещаются в печати и на телевидении Вопросы общественно-политической жизни города на Березине Часовая встреча, по мнению гостей, была продуктивной и не последней Одвин Форбард и Йонс Вильгельм Крейбаум Пообещали через неделю снова посетить редакцию И отдел телевещания И минимум поделиться своими впечатлениями о Бобруйске «Педагоги детям» Благотворительная акция под таким названием Пройдет 26 августа в Бобруйском дворце искусств Канцелярские принадлежности, собранные во время ее проведения Организаторы передадут воспитанникам Детского социального приюта Социально-педагогический центр Ленинского района Акция пройдет в рамках городской конференции На которой будет обсуждаться качество образования В свете современных контекстов и эффективных решений Открытие памятника, визит высоких гостей и праздник целый день Бобруйск отметил День военно-воздушных сил На аэродроме близ авиагородка собралось более 10 тысяч бобруйчан и гостей города Наши корреспонденты с места событий Капсулу знака авиаторам заложили в прошлом году, 20 августа 2016-го На конечную точку приземления бомбардировщика приехали ветераны ВВС, действующие летчики и командующие военно-воздушными силами и войсками ПВО Наши летчики Беларуси показывают самые высокие результаты Мы вернулись недавно в соревнование авиаторс 2016, которое проходило в рамках армейских игр в Российской Федерации Уверенно заняли второе место Мы составили конкуренцию российским экипажам, экипажам Казахстана, Китая И подтвердили то, что белорусские летчики готовы выполнить задачу в любых условиях И что небо Беларуси защищено В память о легендарном земляке его потомки подняли в небо боевые самолеты МиГ-29 и Як-130 После митинга торжества переместились на аэродром Программа праздника была насыщенной Артисты создавали музыкальный настрой Авиамоделисты демонстрировали маневренность самодельных мини-самолетов 147-я ЗРБР и их коллеги из Баранович выставили на растерзание детям комплексы С-300В, вертолет Ми-8, Ан-26 и другую военную технику С детства мне очень нравилось смотреть на самолеты, которые летали в небе И так как отец у меня тоже летчик, связал свою судьбу с небом Я также по его стопам, я полюбил так же как отец небо, авиацию И поэтому выбрал данную профессию И очень горжусь тем, что я выбрал Очень люблю свою профессию И уважаю авиационные традиции и все, что с этим связано Самые отважные выбручане решили сами подняться в воздух Очень давно об этом мечтала Очень сильно хотела этого Ну, такая возможность появилась Очень страшно, очень хочется И мне кажется, я даже слезу и еще раз захочу И еще не раз Те, кто наблюдал полет из земли, получили впечатление на весь год Самолетики нам понравились Очень много техники интересной Самолеты, в конце концов, начали летать на нашем аэродроме Много людей, весело Те, кто вернулся с небес, не скрывали восторга Все успел обойти Также и поучаствовать Вот, полетал на Вильге Ну, очень понравилось, интересно Вот, полазил по военной технике Круто все Свободный полет И даже дали подержать ручку То есть, типа, там, куда-то лево-право покрутить Ну, интересно Особо впечатлительные могли привести тонус в норму На праздники работали три медицинских палатки Сильные духом гражданские и военные мерились силой физической Яна Бокая – одна из организаторов силовой площадки Боялась, что за торжествами бобрущане забудут о спорте Опасения были напрасными Очень было много людей, которые приходили Ходили на амрейсинге Перетягивая каната, в гири поднимали И, как бы, очень много людей было Хотело позаниматься спортом И мы были все время с ним Через два года бобруйский аэродром будет праздновать Столетний юбилей традиций И школу белорусской авиации Военные будут сохранять и совершенствовать А праздник яркими точками в небе завершили парашютисты Показательные выступления провела национальная сборная Беларуси За ними наблюдало более 20 тысяч бобручан Диана Унфольд, Николай Силков, Дмитрий Шевцов Сегодня в Бобруйске